Уже в 26-й раз фестиваль «Звезда» собирает на своей сцене талантливых вокалистов со всех уголков страны. Тысячи видеозаявок, несколько месяцев подготовки с одной целью – стать одним из лучших исполнителей армейской песни. В нашей стране талантов очень много. Отборочный тур это доказывает. Очень приятно видеть, что выступают артисты абсолютно разного возраста. Они выбирают абсолютно разные песни, как и уже зарекомендовавшие себе композиции, так и свои авторские исполняют песни. Очень достойный в этом году фестиваль получается. В столицу приехали артисты совершенно разных воинских профессий – танкисты, разведчики, мотострелки. В конкурсе также приняли участие дети, жены военнослужащих и те, кому близок жанр армейской песни. На сцене все равны. Здесь важен талант и умение его преподнести. Критерии, в принципе, все прописаны. Это исполнительское мастерство и оригинальность номера, и оригинальность авторского текста. Мне очень важно, чтобы в комплексе все эти критерии сработали. Обязательно артист должен себя показать на сцене. Он должен проявить себя как артист, как вокалист. Ну и номер самостоятельный, конечно. Есть ребята очень талантливые, несомненно, горящие, которые, видно, что желают, хотят и будут выступать на сцене. Одной из первых перед жюри предстала Елизавета Богадель, девушка из семьи военных. Окончив университет, по зову сердца пошла на контрактную службу в главный армейский вуз страны, где и вдохновилась на создание собственной композиции. Было очень волнительно, потому что сама по себе песня очень сильно трогает за душу, напоминает людям, где мы находимся, какой сейчас мир. Но в том числе и упомянула то, что у нас очень хорошая, сильная армия, и то, что мы очень сильные люди в нашу родину. Чеканить шаг и держать равнение на пласт-концертах Павлу Богатыревичу помогает чувство ритма. Парень проходит службу в Минской военной комендатуре. С музыкой он идет по жизни и в армии тоже с ней. Музыка для меня это не просто выйти на сцену и спеть песню в микрофон. Это намного больше. Это как бы жизнь. Когда ты выходишь на сцену, начинается играть музыка. Для меня пропадает полностью весь зал. Есть только я, песни. На конкурсе военной песни интересно не только начинающим талантам, но и профессиональным вокалистам. Здесь можно поделиться творческим опытом, почерпнуть новые идеи, найти вдохновение. А те, кто все же смог зажечь свою звезду, ждет апогей фестиваля. Гала-концерт, в котором примут участие лучшие из лучших. Светлана Смык, Михаил Павловский, Александр Сотс, телекомпания Воен-ТВ. Специально для программы «Наше утро». Спасибо. 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 Спасибо.